Музыка В этом году Тамара Станиславовна отметила свой 75-летний юбилей и уже 25 лет, как она преподает в Развилковской музыкальной школе с самого ее основания. Она очень любит свою работу, любит детей и, несмотря на свой высокий профессионализм и огромный жизненный опыт, продолжает учиться, познавать что-то новое вместе со своими учениками. Мама меня отвела на прослушивание и меня выбрали к Тамаре Станиславовне. Я хочу пожелать счастья, здоровья, любви и всего остального. Тамара Станиславовна считает себя счастливым человеком. Она занимается любимым делом, у нее замечательная семья. Наша героиня гордится своим сыном, которому по наследству передалась любовь к музыке. Владислав закончил джазовое отделение Гнесинского училища. Сейчас он живет в Соединенных Штатах Америки и работает программистом. Хотя Тамара Станиславовна убеждена, что призвание сына – это музыка. Сейчас, слава Богу, это его мечта и моя тоже осуществляется. Наверное, у моего внука, у вас сына Петенька. Ему 13 лет, он уже занял несколько конкурсов, часто занял по Северной и Южной Калифорнии первое место, опередив этих китайцев, которые очень хорошо играют. У них беглость, ну просто бесподобная, трудолюбие очень большое. Но душа русская – это у нас, поэтому побеждает. Тамара Станиславовна – обладательница множества наград и благодарностей. На областном педагогическом совете детских школ искусств Подмосковья ей была вручена почетная грамота Министерства культуры Московской области. Тамара Бельевская призывает родителей отдавать детей в музыкальную школу. Умение музицировать, слушать музыку положительно влияет на развитие любого ребенка. Даже если только единицы из них изберут профессию музыкант. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok